Ну а теперь давайте мы с вами поговорим о конкретных ситуациях употребления сослагательного наклонения. В учебнике все употребление сослагательного наклонения разделено на две большие категории. Это в предаточных предложениях и в независимых предложениях. В предаточных предложениях есть какой-то союз, уже само наличие которого помогает нам понять, что мы имеем дело с сослагательным наклонением. Во-первых, после хинна почти всегда употребляется сослагательное наклонение. Есть несколько случаев, когда после хинна употребляется в будущее время, там член по пальцам одной руки, и все можно пересчитать, и мы уже говорили о расстрете форм, но обычно после хинна употребляется сослагательное наклонение. У вас в учебнике приведены хорошие примеры. Марка 11.28 Кто тебе дал власть этого, чтобы это ты делал? Пой-эйс, глагол сослагательного наклонения, а настоящее время, от поэо, в виде поэй, от поэо осталось, здесь эпсилон, основа в результате строения сэ пропала, и мы видим только облеченное удаление, и эн, с подписной йотой, эс. Второе лицо, единственное число. Чтобы это ты делал? В русском языке после чтобы часто употребляются инфинитивы, поэтому, следуя норме русского языка, можно перевести и чтобы это делать. Если понятно из контекста, кто делает, потому что инфинитив уже не имеет подлежащего, если из контекста понятно, да, после чтобы можно ставить инфинитивы. Поэтому, кто тебе дал власть эту, чтобы это ты делал, или чтобы это делать, и так, и так, в общем-то, возможно. Второй пример. Матфея 12.10 Они спрашивали его, чтобы обвинить его. Категория сосин – это аорис сослагательного наклонения. Категория основа – сигма, образующая времени. Осин – удлиненное соединительное гласное с личным окончанием третьего лица, единственного числа. Формально можно было бы перевести «они спрашивали его, чтобы они обвинили его», но в тех случаях, когда предаточное предложение «чтобы» имеет то же самое подлежащее, что и главное предложение, в русском языке вообще инфинитив требуется, потому что иначе звучит совсем-совсем неестественно. Поэтому, чтобы обвинить его, хороший перевод с помощью инфинитива, но в греческом не инфинитив в такой конструкции используется, не определенная форма глагола, а «хина» плюс сослагательное наклонение. И третий пример из колоссиона. Хой патерас мэ эрэ тэдзэ тэта тэкна эхэмон хина мэ ату мэсин. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Ату мэсин – форма третьего лица, множественного числа. Здесь не надо переводить инфинитивом. Если вы переведете инфинитивом «отцы не раздражайте детей ваших, чтобы не унывать», будет такое ощущение, что отцы унывают. Но по контексту мы понимаем, что речь идет не об унывающих отцах, а об унывающих детях. Не надо детей ввергать в состояние уныния. И по этой причине лучше переводить и ввести личным глаголом с подлежащим, чтобы они не унывали. Вообще, что касается переводов предложений «чтобы» переводить инфинитивом или личным глаголом, то есть переведите так и так, послушайте, что у вас получаете. Послушайте, как вообще воспринимается перевод, сравните с тем, что вы видите в греческом тексте, и примите решение, во-первых, понятен ли ваш перевод, соответствует ли он греческому тексту, и соответствует ли он норме русского языка, и сделайте тот или иной выбор. Да, часто будет перевод инфинитивом, особенно когда подлежащие и в главном предложении, и в предаточном предложении совпадают. Если они не совпадают, а в основном будет перевод личным глаголом, но и то, и другое, как бы пробуйте на слух, чтобы вырасти. Чаще всего предаточные предложения с хина имеют значение цели «сделай, чтобы что-то случилось», но могут иметь и другие значения. Ну, вот вам приведен пример из Марка 16.12. «Они проповедовали, чтобы они покаялись». Ну, в смысле, проповедовали одни, покаяться нужно другим. И, да, вот такой вот перевод очень неклюже звучит, во-первых. А во-вторых, мы должны понимать, что хина, хоть и выражает чаще всего цель, но также может выражать и некое содержимое повеления и так далее. И здесь, вот вам в учебнике перевод перефразирован, «Они проповедовали, что нужно покаяться». То есть, они проповедовали, и содержимое их проповедей было какое? «Покайтесь». Так вот это вот «покайтесь», повеление в прямой речи, оно зачастую в косвенных речи трансформируется с помощью предаточного предложения с хина. Помимо этого, изредка предаточные предложения с хина могут выражать и результаты. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2 стих, когда Иисус с учениками встречает человека слепого от рождения, и ученики задают ему вопрос. 9.2. Рави, кто согрешил? Хутос э хой гонейс ауту? Этот или родитель его? Хина туфлос гегенетэ. Гегенетэ – это аорист сослагательного наклонения страдательного залога от генау. Видите? Генэ – основа, без приращения, это сослагательное наклонение, поэтому приращение нет, генэ. Альфа перед образующей времени удлинилась в эту. Суффикс т и окончание э с подписной йотой третьего лица единственного числа. И если бы мы перевели хина как «что бы», получилось бы следующее. Рави, кто согрешил, он или родители его, чтобы слепым он был рожден? Ну, что, как видите, не имеет никакого смысла. Вряд ли родители его грешили, чтобы был рожден слепым, он уж тем более, он для своего рождения вряд ли грешил. И здесь хина явно имеет значение результата. Согрешили, да? Так что слепым он был рожден. Поэтому, встретив предложение с хина, вы имеете три варианта. Самый распространенный вариант – цели, чтобы что-то случилось. Второй вариант по распространенности – это выражение некого повеления, чтобы нужно что-то сделать. И третий вариант – это выражение результата. Так что, внимательно будьте при переводе предложения с хина, учитывайте эти варианты. Ну, и знайте, что всегда практически после хина вы увидите сослагательное наклонение. Вы видели в тексте хина, тут же начинаете искать сослагательное наклонение. Вот одно другому будет соответствовать. Второй союз, регулярно употребляемый с сослагательным наклонением – это союз Ян. Если. Условные предложения в греческом языке могут иметь союз Эй и могут иметь союз Ян. С союзом Эй, как устроено условное предложение, мы с вами через несколько уроков обсудим. Там есть несколько классов, несколько способов их построения. Сейчас нас интересуют предложения с союзом Ян. Предложения с союзом Ян называют третьим классом условных предложений. Первые два, они с союзом Эй. И вот теперь третий класс условных предложений, он содержит союз Ян. Плюс сослагательное наклонение в первой части предложения, фракасисе, так называемом, то есть в той части предложения, которое содержит «если». И во второй части предложения, ападосисе, то есть в той части предложения, которое содержит «то», там может быть любое время и любое наклонение. А как вообще выглядит предложение, ну давайте вот примеры опять-таки. Из учебника Иоанн хомологомен тас хомартиэс хэмон пистус эстин кай дикайос хина афэ хумин тас хомартиас кай катарисэс хумас апупасэ адекес. Если Иоанн хомологомен хомологелла, эпсилун слитный глагол, в данном случае со слагательным наклонением, поэтому мы здесь видим не хомологумен, появившийся в результате слияния дифтонг у, а удлинившуюся соединительную гласную омега, которая вот эту эпсилун слитный глагол. Итак, если исповедуем, слагательное наклонение после А, грехи наши, он является верным и праведным. Да, это вторая часть предложения с глаголом в настоящем времени, в действительном залоге. Ну и дальше. Чтобы простить нам, афемия, глагол, это так называемый глагол нами, особенности образования его формы мы с вами будем изучать отдельно через 2-3 урока, поэтому пока не обращайте внимания на него, на особенности его формы, просто примите на веру, что это тоже сослагательное наклонение от глагола афемия. В любом случае, с подписной йотой вы видите, чтобы простить нам грехи и катарице от глагола катаридзо, сослагательное наклонение катари, дельта с единой сигмой, поэтому катарис, и э, с подписной йотой, окончание третьего лица единственного числа, сослагательного наклонения. Конечно же, никакой эпсил нет, поэтому вот аорис сослагательного наклонения от катаридзо выглядит так, катаридзо, и очистить нас от всякой неправды. Так что вот мы с вами могли посмотреть и на сослагательное наклонение после хина, но еще нас интересует первая часть предложения «если то». Обычно предложение с Ян делят на два подкласса. Первый подкласс связан с так называемым более вероятным будущим. Это название чуть-чуть анахронично, оно употреблено здесь в учебнике, но оно чуть-чуть анахронично. Почему? В классическом греческом языке было несколько классов условных предложений, а при этом был так называемый четвертый класс «менее вероятное будущее». То есть это может быть случиться, и если это случится, ну, скорее всего, так не произойдет, то будет вот так. То есть для каких-то очень маловероятных вещей в будущем была специальная конструкция в греческом языке, которая их описывала. Но в новозаветные времена эта конструкция вышла из употребления, практически перестала употребляться, и предложения с Ян стали употребляться и для более вероятного будущего, и для менее вероятного будущего. И предложения с Ян стали не вероятным будущим, а просто нейтральные. То есть такое нейтральное условие. Если это случится, то потом вот это вот тоже случится, и в результате вот это вот тоже случится. Поэтому более вероятным будущим называть предложение с Ян не очень корректно, но тем не менее вот такое вот условие, если будет это, то будет вот это, с помощью Ян регулярно выражается. Обычно признаком такой конструкции, если будет это, то будет вот это, является будущее время во второй части, в аподозисе условного предложения. Ну, например, Матфея 4.9. Это тебе все дам, досо это будущее время, от глагола дидами на глагол наминами пока еще не изучены, но это будущее время. То есть аподозис, вот эта часть 100 в предаточном предложении, она в будущем времени, все это тебе дам, будущее, да? Если павша, проскунесес, это аорис от проскунео, проскуне, видите, основа без превращения, сигма, образующая времени, и эс, окончание второго лица, единственного числа. Если павша, поклонишься мне. Видите, мы аорис переводим в будущем времени. Откуда мы берем это будущее время? Из досо. Я дам тебе будущее время, если павша, поклонишься мне в будущее время. Помимо будущего времени, то есть такого условия, если это будет, то вот это вот будет, глаголы с Ян достаточно регулярно описывают какие-то общие ситуации, какие-то универсальные принципы. Например, Иоанна 11.9, Иоанн тис, перипате, энте, хэмэра, у проскупптей. И если кто-то, перипате, сослагательное наклонение от перипате в настоящее время, ходит днем, не спотыкается. По скону птей, тоже глагол в настоящее время. Это такой общий универсальный принцип. Это вот так вот всегда справедливо. Когда если кто-то ходит днем, то не спотыкается. Ну или вот для какой-то конкретной ситуации, но тоже вот с неким общением. Ян тэлэс, дуна саймэ, катерисай. Если хочешь, ты можешь меня очистить. Матфея 8.2. Это не общий принцип, не какая-то пословица, но в целом такая вот универсально справедливое утверждение в отношении Иисуса. Если хочешь, можешь. Такого четкого разграничения нет. То есть вот тут прямо вот заканчивается здесь общее настоящее, начинается более вероятное будущее. Даже пример, который Маунс использует, как пример более вероятного будущего. Матфея 5.46. Ян гар агапэсэта, тус агапонтас хумас, тина мэстон эхэта вопрос. «Ибо если любите любящих вас, какую награду имеете?» Здесь вам переведено в учебнике. «Если вы возлюбите в будущих вас, какая вам награда?» Как будто в будущем. Но кажется, это универсальный принцип. Глагол эхэта в настоящем времени, это широко справедливо. Какая награда отдельная за любовь к любящим. И несмотря на то, что здесь глагол в аористе, мы вполне нормально переводим в настоящем времени. Если любите, какая вам награда? Здесь речь просто, мы должны понять, что не о длительности любви, а просто о самом факте. Поэтому, кто ходит днем, не спотыкается. Такой общий универсальный принцип. «Если хочешь, можешь меня очистить». Да, вот в принципе справедливое утверждение в отношении Иисуса. «Если любите любящих вас, какая вам награда?» Или «полюбите любящих вас, какая вам награда?» И уж совсем далеко в будущее. «Все это дам тебе, если падше, прохлонишься мне». Так что, как видите, довольно широк спектр ситуаций, которые описываются с помощью условного предложения СИАН. Поэтому про предложение СИАН проще, естественнее говорить, как об нейтральном условии, как об простом условии, как об условии, не выражающем дополнительных нюансов, касающихся вероятности того исполнится, это не исполнится и так далее. Есть другие конструкции в греческом языке, где вероятность выражена формой. А здесь такое простое условие. Если то, есть связь между двумя явлениями, логическая связь или фактическая связь, или еще какая-то, в зависимости от ситуации. И преусловное предложение указывает вот эти две вещи связанные. А как связаны, насколько вероятно, что случится, это все лучше выяснять по контексту. Возвращаясь же к сослагательному наклонению, мы должны сказать, что после ИАН регулярно употребляется сослагательное наклонение. Помимо употребления сослагательного наклонения в предаточных предложениях с ХИНА и предаточных предложениях с ИАН, есть еще один тип предаточных предложений, в которых тоже регулярно употребляется сослагательное наклонение. Это так называемые неопределенные предаточные предложения. Во-первых, неопределённое относительное предаточное предложение есть с относительным местоимением ХОС. И мы, когда обсуждали относительное местоимение, мы скользко упоминали эту конструкцию. Теперь мы познакомились и со слагательными наклонениями тоже, и эту конструкцию мы можем рассмотреть с вами более полно. И в качестве примера посмотрите, например, Евангелие от Матфея, 5 глава, 19 стих. ХОС, ИАН, УН, ЛЕСЕ, МИАНТЕС, ЭТОЛЕН, ТУТО, ТОН, ЭЛОХИСТОН, ХОС плюс ИАН, плюс глагол в сослагательном наклонении, ЛУСЕ. ЛУ основа, СИГМА, указывающая на то, что это ОРИСТ, и Э, указывающая на третье лицо, единственное число, но наш глагол прямо из парадигмы. Вот такая вот конструкция из относительного местоимения плюс ЯН имеет значение «КТО БЫ НИ». Помните, сослагательное наклонение, вот такое базовое значение, это потенциальность. Потенциальность может проявляться по-разному, в том числе и потенциальность может проявляться в том, что у нас речь идет не о каком-то конкретном лице, ну, а вот так, кто бы ни, любое лицо, что подходящее под то или иное определение. И такая конструкция, ХОС плюс ЯН, плюс сослагательное наклонение, не должна переводиться как «КОТОРЫЙ, ЕСЛИ, РАЗРУШИТ», а переводится она, это такое стандартное устойчивое выражение, следующим образом. «КТО БЫ НЕ РАЗРУШИЛ», ну, или для простоты просто «КТО РАЗРУШИТ». Ну, там, нарушат, да. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших, мне напоминают, это «Хэйс, Мэя, Хэн», это женский рот слова «один», «Тэн, Энтолэн», заповеди во множественном числе, когда «один» сочетается с родительным падежом множественного числа, то приходится в переводе добавлять предлог «из». Итак, «КТО РАЗРУШИТ ОДНОЙ ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ ЭВЫ ЭТИХ МАЛЕЙШИХ, КАЙ ДЕДАКСЕ ХОТОС ТУС АНТРОПОС, И НАУЧИТ ТАК ЛЮДЕЙ, ЭЛАХИСТОС КЛАТЭСЭТАЙ ЭНТЕ БЭСЭЛЕ ТУЛОН УРАНОН». «Малейшим будет наречен ГЛЭТЭСЭТАЙ, Будущее время страдательного залога от глагола КАЛЕО, В ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ». Теперь смотрите, еще вторая конструкция. ХОС ДЭ АН ПОЙ ЭСЭ. И опять, относительное местоимение ХОС, плюс частица АН, плюс глагол в сослагательном наклонении. ПОЙ ЭСЭ, глагол ПОЙ ЭЛ, ПОЙ ЭСНОВА, СИГБА, ОБРАЗУЮЩЕЕ ВРЕМЕНИЕ, И Э ОКОНЧАНИЕ. АОРИС, СОСЛАГАТЕЛЕНО НАКЛОНЕНИЕ. И переводится точно так же, как и конструкция с ХОС ИА. Кто бы ни сделал, всякий, кто сделает, ну или просто в обычном переводе, кто сделает, вот оно про заповеди исполнит, кто исполнит КАЕ ИДАКСЕ и научит ХОТОС МЕГАС КЛИТОСЫТАЙ ЭНТЭ БЫСЕЛЕЯ ТУ УРАНО. Тот великим будет наречен Царственной Невестой. Вот эту вот конструкцию важно запомнить. ХОС плюс АН или ЯН плюс СОСЛАГАТЕЛЕНО НАКЛОНЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ КТОБЫ НИ. Всякий кто. Не надо это переводить. Кто, если и так далее. Нет, нет, она не разбивается на часть. Нет, она просто переводится, как и все вместе. Кто бы ни. Это неопределенное, относительное, передаточное предложение. Стандартная конструкция, в которой стандартно употребляется СОСЛАГАТЕЛЕНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. Ну, понятно, что ХОС может меняться там по родам, по числам, поэтому может быть ХО плюс АН плюс ЯН, что бы ни, и так далее. Ну, в зависимости от того, что там по контексту нужно. Помимо неопределенных, относительных, передаточных предложений, есть еще неопределенные предложения времени. Например, посмотрите в этой же главе одиннадцатый стих. МАКАРИО ЭСТА, ВЫБЛАЖЕННЫЙ, ТВЕ СЛОВО, ХОТАН. ХОТАН, один из союзов, который вводит вот такие неопределенные, передаточные предложения времени. Когда, когда бы ни. Кстати, видите, частицу АН в своем составе содержит. Это, ну и вообще наличие частицы АН внутри союза, это хороший показатель того, что сейчас нас ждет сослагательное наклонение. Кстати, вы видите, это ЕАН, да, ЕАН, ХОТАН. Ну, и некоторые другие союзы, содержащиеся в составе частицы АН, после себя требуют сослагательное наклонение. Когда, когда бы ни. ОНЕДИСОСИНХУМАС ПОНОСИЛИ ВАС, То есть, когда будут поносить вас. ОНЕДИДЗОПНОСИТЬ, и в данном случае это АОРИС со слогательного наклонения. ОНЕНОЙ ДЭССИЕДИНАСИГМАЙ. ОНЕДИССИГМА, образующая время, ИОСИН. БЛАЖЕННЫВЫ, когда будут поносить вас. АОРИС, смотрите, АОРИС, но вместе со ХОТАН, Он самый, когда, когда бы не, самый естественный перевод на русский язык, это будущее время привыкать теорию сословлетворения, но они часто переводятся в будущее время. Важенны вы, когда будут поносить вас, кайдёк сосен, игнать вас и так далее. Так что вот в предложениях с хина, предложениях с ян, предложениях с хос-ан или хос-ян, и у вас ещё в параграфе 31.18 перечислены другие какие-то союзные слова, вот уже встреченные нами хо-тан, и хо-с, хо-с-ан, хо-по-ан и так далее. Вот с такими вот словами регулярно употребляется сослагательное наклонение. Поэтому, встретив союз, хина, ян или один вот из этих, вы сразу же ожидаете после него сослагательное наклонение.